Значит, тем не менее, ситуация развивается по самому худшему сценарию, который можно было предполагать. По сценарию, который неминуемо приведёт к крови, который неминуемо приведёт к ливийскому сценарию. Именно поэтому я обратился к Путинам с сообщением о том, что нам не нужен его труп. Мы не хотим, чтобы западные телекомпании и печатные средства передавали фотографию его разлагающегося трупа в универмаге Москва. Или в ЦУМе. Не хотим. Мы против этого. Мы не хотим кровавого сценария. Для того, чтобы это не произошло, необходимо отменить результаты выборов, необходимо приступить, создать условия для регистрации политических партий, для их конкуренции на новых выборах и для создания демократической власти, которая не допустит разрывания на части тела Владимира Владимировича Путина. Пусть живёт. Я не знаю, что захотят там, в какой степени его там обсудить, преследовать там, обсуждать с ним, но без кровавых сценариев. То, что происходит, то, что делается, делается прямо противоположное Кремлёву. Введены войска. Первый несчастный случай, первое убийство демонстранта приведёт к катастрофическому повышению температуры этих митингов и этих противостояний. Это будет уже не 7 тысяч, не 20 тысяч митингов. Это будут митинги 300-500 тысяч. И настоящее противостояние, возможно, вооружённое. Откуда появляется оружие в таких случаях, никто не знает, но оно появляет. Нужна это нынешней власти? Я в этом не уверен, потому что поддержка на уровне 30%, которые сегодня существуют, конформистов, это означает реальная поддержка идеологических сторонников на уровне как раз полутора-трёх процентов. Значит, не советуем Владимиру Владимировичу или, как я к нему обратился, как Собчак меня учил в своё время, Вова, не делая этого. Нам не нужен этот кровавый сценарий. Но остановить подтягивание вооружённых сил внутренних войск может сегодня только Кремль. К сожалению, указы Валерия Ильинична Новодворской, вооружённые силы к ним не прислушиваются. А развелось у нас караси идеалистов. Ещё одно последнее издание «Ведоишь ли ты щука, что есть добродетель?» Значит, наше дело – предупредить. Ты знаешь, у меня там сидит Сурков за выплачиваемое жалование, вот пусть предупреждает. Это не наша подача. Суркова работа сообщает, что всё хорошо, Ваше Величество. Ваши указания, как он это и сделал, кстати говоря, в интервью. Ваши указания выполняются, мы победили, победа честная, чистая. Это его задача. Кто-то же должен говорить, что это кончится смертью. Так, чё ж ты к Ключкову вовремя тогда не обратился, чтобы он для КЧП не организовывал? Извини меня, Лерочка, мы прошли 20-го числа мимо КГБ. И скандировали «Позор КГБ и долой КГБ». Мы их предупредили. У них была вся сила, у них были танки. Мы несли флаг и предупредили их, чем всё дело кончится. Они всё знали. Меня совершенно не волнует, что будет с путинским трупом. Это уже как бы работа могильщиков. Я лично Путину могу обещать честное конституционное преследование за те преступления, которые он совершил. Причём, знаешь, воровство как мелочь. Уже туда не входит, потому что, соответственно, из-за Беслан, за Норд-Ост, за Чеченскую войну, за вторжение в Грузию, они настолько перекроют это воровство, что всё равно на пожизненное заключение это натянет. Можно в Гааде, там условия лучше. Я думаю, что это не наша задача обращаться к ним. Бесполезно обращаться к обезумевшей власти, которая никогда никого не слушает. Тем более, что сделка и сговор не входят в наши приоритеты. Это Михаил Михайлович Касьянов собирается сесть с Путиным за круглый стол и принимать из его рук власть. Я с Путиным никуда не сяду. Ни за такой круглый стол. Мы должны предупредить народ. Мы должны сказать народу, что выхода налево нет. Закрыто турникетом. Есть выход только направо. И если они не хотят ещё больше в бедствии, они должны послать к чертям собачьим не только Путина и компанию, не только КПРФ, ЛДПР, Справедливую Россию, всех этих пушных зверей. Чем отличается медвежья шкура от шкурки выкухолей? Медвежья больше. Медвежья больше. Правильно. Поэтому им больше и достаётся. Ну и против левого фронта, против национал-большевиков. У музыкантов есть такая шутка. Чем отличается контрабас от жиолончели? Знаешь чем? Контрабас горит на пять минут дольше. Ага. Это для нас очень актуально. Поджигателей развилось очень много. Все сидят и играются со спичками. Мы должны предупредить народ, что выход только в сторону Запада, только направо, только продолжение гайдаровских реформ, только ликвидация советского прошлого. Других выходов нет из этой ситуации. Именно поэтому мы приступаем к созданию партии... Ну, не партии, скажем, фронта. Фронта. Только наш фронт будет иначе называться. Он будет называться Западный фронт. Да, на Западном фронте здесь и нет. Или западный путь, скорее, все-таки. Западный путь. Это выход. Это выход для России, это выход для всех нас, потому что выход в сторону Лимонова, КПРФ, Удальцова, это еще 75 лет, которые будут ничем не лучше сталинских времен и путинских времен. Да, а то хочешь народ позвать на улицу, а куда идти? Дело не в ОМОНовцах, а дело в Лимоновцах. Куда идти? Ты не знаешь, Москва-река замерзла или нет? Нет, точно. То есть можно идти утопиться, больше как бы некуда.